Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день вас ждут свежие обзоры на всё, что появляется в нашей игре. Я взял небольшой тайм-аут, но уже вернулся домой и готов радовать вас всё новыми и новым видео. Хотите ничего не пропускать? Подписывайтесь на канал прямо сейчас, ну а в этом видео мы с вами обсудим, ну и, конечно же, откроем обновившиеся мистические контейнеры. Почему обновившиеся? Говорили о том, что будут новые мистики, но, ребят, они не новые, они те же самые мистические контейнеры, которые и были раньше, просто в них добавили уникальную машину Projet KPZ 07PE. И эта тачка действительно стоит того, чтобы её заиметь, она действительно классная, действительно годная, это очень хороший танчик 9 уровня, хорошо танкует, великолепное орудие. И да, действительно, мне бы хотелось эту машину поставить себе в ангар. Но только есть один маленький нюанс. Дело в том, что данная машина выпадает из мистического контейнера первого уровня с вероятностью 0,05. Приобрести данную машину где-то в магазине или достать из других контейнеров нереально, по крайней мере, на данный момент. И стоит также отметить, что, как видите, по описанию мистического контейнера нет возможности собирать части этой машины в виде каких-то там талисманов, допустим, для того, чтобы собрать сертификат и, соответственно, его обналичить. Шансы выпадения данного танка в этом контейнере равны шансам выпадения самой главной награды в любом батл пассе, а именно в контейнерах операции, с таким же шансом можно забрать себе А и фаза 1. И это, честно говоря, тоже очень сильно удручает, потому что за все время, сколько я прохожу батл пассы, а я их прокажу практически все за все время их существования, фазу я так и не получил. Здесь тоже процент выпадения, как вы видите, 0,05 и на фазу тоже нет частей для того, чтобы собрать ее. Я думаю, что это очень большая недоработка со стороны разработчиков и все-таки, если люди покупают себе пропуска для прохождения операции и платят реальные деньги, то можно было бы все-таки для этих игроков на фазу дать возможность из этих контейнеров хотя бы по одному талисману собирать и, открыв 30 контейнеров разных операций, собрать себе все-таки этот танк. Ну а в отношении про джета то же самое, могли бы сюда положить талисманы для того, чтобы игроки открывали, ну и, соответственно, получали себе кусочки этой машины и потом собрали ее полностью. Если вы со мной солидарны, если вы согласны с моей позицией, пишите обязательно об этом в комментариях. Чем больше таких комментариев, тем больше вероятности того, что разработчики, которые обращают внимание на то, что пишут мне в комментариях, увидят вашу позицию, ну и, соответственно, возможно, захотят что-то поменять. Здесь можно забрать в этих мистических контейнерах, в этом наборе, один мистический контейнер абсолютно бесплатно, его мы сейчас и откроем. Мало ли, вдруг повезет, вдруг что-то будет, но... Ну, на халяву получил 50 тысяч серебром и 400 единиц свободного опыта. Маловато, конечно. В отношении стоимости дальше контейнеров, как вы видите, по самому, допустим, вот этому дешевому предложению, один контейнер оценивают в 250 голды. Не могу понять, почему у меня не видно предложение, там еще было предложение за... А, вот так видно. 10 тысяч, можно купить 25 контейнеров. Именно этот наборчик я сейчас куплю специально для вас, вместе с вами откроем. Не потому, что я уверен в том, что это принесет мне какой-то позитивный результат. Я уверен, что сейчас 10 тысяч голды уйдут в ноль. Но, ладно, не совсем в ноль, мистический сертификатик выпадает с первого контейнера. Открываем, смотрим, что выпадет из мистика. Блин! Ну, это облом. Это облом. Сентинел. Премиумная тачка. Компенсация, за которую, если я помню, идет серебром. Сейчас перепроверю себя. Но, по-моему, серебрянде идет. Так, где этот Сентинел? Ну, да. Вот вам, ребят. За премиумные машины здесь из контейнера получаешь себе компенсацию серой. Ну и, короче говоря, получил себе серебрушки. Какая красота! Хотя, лучше бы дали коллекционку, чтобы немножко золото вернуть назад. Открываем дальше контейнеры. В продолжении темы я для себя понимаю, что сейчас огромное количество игроков захотят получить себе эту машину. Захотят пооткрывать, как они думают, новые мистические контейнеры. Но, ребят, повторюсь еще раз, это не новые мистические контейнеры. В них просто добавили дополнительную новую награду в виде нового танка. Обзор я уже выложил на канале. Ссылочку положил на всякий случай в описании, если вдруг не смотрели. И, как я говорил, танк действительно годный, действительно интересный. Но получат его далеко не все игроки, даже открыв 50 или 100 контейнеров. 200 голды падает в копилку. Ура! Наконец-то немножечко окупился. И теперь для меня набор из 25 танков стоит уже не 10 тысяч, а целых 9800. Ну, сейчас тоже еще немножечко вернулось. Что у нас здесь? Со второго уровня, ребят! Со второго уровня, там где шансы получить машину уже не 0,05, а целых просто 0,5. То бишь полпроцента сразу увеличивается шанс до полупроцента. Видите, ничего хорошего с этого все равно не получается. Ну, а как пообещали разработчики, то открывая контейнер третьего уровня, шанс выпадения танка будет составлять уже целых 5%. Но я думаю, что даже с такими шансами выпадения дойти, во-первых, до контейнера третьего уровня, это уже надо иметь мега везение. Ну, а во-вторых, даже с мега везением, и вы смогли туда дойти, забрать с 5% шанса выпадения тоже очень сложно. Открываем еще один мистический сертификат. Сегодня прям сыпет, ребят, прям сыпет Чинукай. Чинукай пятого уровня, который приносит мне тоже серебро. Ну, слушайте, облом на обломе, откровенно говоря. И, честно говоря, за 10 тысяч Сентинел и Чинукай, не знаю. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, это нормально или нет. Ну да, там часть золота, конечно, вернулась, но все-таки мне кажется, что даже за 9 тысяч два этих танка это все-таки очень дорого. Но, опять-таки, у каждого свое мнение. Вы свое можете высказать в комментариях. Буду вам благодарен, обязательно почитаю, мне будет интересно. Еще 100 голды. Радует то, что у меня сейчас будет возможность открыть еще один контейнер второго уровня. Как раз количество оставшихся контейнеров совпадает с количеством частей талисманов. Точнее, на открытие второго уровня контейнера недостающих. Ну и, соответственно, откроем на финише еще один контейнер второго уровня. Третий талисман! Слушайте, ну, давно я, давно я не видел, чтобы так талисманы выпадали. Вот! Ну, наконец-то! Наконец-то десяточка! Да, XM66F у меня была в коллекции. Я получаю за нее компенсацию семь с половиной тысяч. Но, можно сказать, вышел практически в ноль, ребят. Ну, откровенно говоря. Если сейчас еще в плюс упаду. Но, давай! Давай! Дай мне все-таки эту праджету. Или, хотя бы, анимированный аватарчик. Но, давай! Нет, ребят. Ну, короче говоря, контейнеры второго уровня, можно даже сказать, хуже, нежели контейнеры первого. Забираем. Забираем до контейнера третьего уровня. Мне надо еще открыть целых шесть контейнеров второго уровня. Больше покупать не вижу никакого смысла. Ушел в минус всего на тысячу голды. Чему очень рад. Уже спасибо большое за то, что XM все-таки выпала. Если бы у меня XM не было в коллекции, это был бы реально жирный окуп. Ребят, никому никогда не рекомендую открывать контейнеры. Дождитесь танк, который вы хотите, который выставят вот так вот на продажу. Вы купите себе ту машину, которую вы хотите, и именно она будет стоять в вашем ангаре. Не играйте с судьбой, особенно если вы не донатите в игру и собираете золото. Как многие игроки, и в том числе и я, несмотря на мою золотую копилку, я каждый день смотрю рекламные ролики, получая по 50 голды каждый день. Можете меня считать жлобом, можете считать меня экономным. Но я действительно считаю, что пока халяву дают, ее надо брать со всех возможных источников, которые будут предоставлены разработчиками. Пошел готовиться к вечерней прямой трансляции. Отдельно запишу еще дополнительное видео специально для вас. Ну а пока, ребят, искренне желаю вам мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.